Камва Камва – это удивительное изобретение человеческой мысли, человеческой фантазии. На самом деле я даже уже не помню, когда я познакомился, потому что в жизни любого музыканта происходит такое количество событий, и у меня иногда это плохая память, но я просто помню место, я помню ситуацию, как это происходило. И это был какой-то... А поначалу это было, ну, скажем так, не очень уклюже, если такое слово есть. Вот. Но было страстное желание и у организаторов, и у музыкантов сотворить какое-то чудо, вот просто здесь и сейчас. Это было в Перми, не очень удачное место было выбрано и так далее. И, в принципе, когда пошла Камва дальше жить, мы, собственно говоря, забыли об этом неудачном опыте и двигались спокойно уже дальше. И Камва стала набирать обороты, прежде всего еще почему, потому что помимо такого этнического компонента, который связан с вечностью, да, вот, связан с историей, с глубокими какими-то переживаниями и с глубокими корнями, Камва несла в себе заряд вот этой новой энергии, совмещения старого и нового, старого и нового. Не банальное, не прямое, как иногда очень часто происходит в музыке, когда какую-нибудь там этническую запись подкладывают под бит определенный, и вроде бы это выглядит современно. Это чудовищно, на мой взгляд, это чудовищно. Вот. Камва пыталась докопаться до корней в любом, как бы, проекте, который предлагался, докопаться до корней, до сути. И тогда это работало. И, действительно, само это словосочетание, этнофутуризм, которое родилось вот в этой среде, да, в пределах, я понимаю, сначала я осторожно очень относился к этнофутуризму, потому что был приверженцем такого традиционного совершенно направления фольклорного и так далее. Потом стал приглядываться, а что за этими людьми, собственно, которые связывают. Так, ну, за ними же все равно в любом случае будущее. Вот. Человек все равно не стоит на месте, он все равно развивается, он идет вперед каким-то образом. И каким, как умудриться не растерять по дороге все ценное, что было и что было накоплено человеком, и внести его в будущее, чтобы оно там достаточно органично существовало и будоражило умы, и позволяло последующим поколениям точно так же творчески подходить и воспринимать этот мир, не отрицая и не отбрасывая, как бы не забывая прошлое, а наоборот максимально втягивая, потому что моя личная практика мне подсказывает и говорит о том, что на сегодняшний день традиционное фольклорное искусство является, ну, чуть ли не самым современным, самым актуальным искусством. Поэтому совпадение этих потоков, вот, молодежного такого прогрессивного взгляда на вещи креативного какого-то, и корней, оно дает свой результат. Понятно, что у Камвы очень сложная жизнь, очень сложная. Выживать каждый год очень сложно, и куча проблем, но как любое дело, как цветок пробивается через асфальт, вот, как, я даже слоган специальный придумал по поводу Камвы. Камва, камень, точек. Вот, я думаю, что в любом случае эта энергия, она пробьет. Ни одно хорошее начинание не бывает без сильного противодействия. Поэтому так и проверяется настоящее на самом деле. Субтитры подогнал «Симон»